ДИАЛОГ В единый день голосования 10 сентября на территории Сургутского района у нас пройдут выборы. Главы депутатов городского поселения Федоровский, депутатов городского поселения Белый Яр, депутатов сельского поселения Лямина, главу будем избирать в Барсово и дополнительные выборы трех депутатов также в Барсово. А все-таки в какой день, когда назначен единый день голосования и формат проведения выборов, скольки до скольки люди смогут подойти, чтобы поучаствовать в волеизъявлении? У нас единый день голосования, это 10 сентября. Избирательные участки на территории района у нас откроются в 8 утра и будут работать до 20.00. Если говорить об участковых избирательных комиссиях, сколько их предусмотрено для участия в этих выборах? Я так предполагаю, в каких-то поселениях, наверное, один участок есть, а где-то их много. Расскажите об этом подробнее. Всего на территории Сургутского района у нас создано 50 участковых избирательных комиссий, но в этих выборах будут задействованы 20. Да, действительно, в Лямина у нас одна участковая комиссия, один участок, Белый Яр – 11. Вы по подготовке, я так понимаю, уже на финишной прямой, либо уже финиш прошли по подготовке? Буквально в конце прошлой недели наши комиссии закончили прием документов от кандидатов, проверку этих документов. Мы проверили все необходимые документы, зарегистрировали, кому-то отказали. С кем сложнее было готовиться к этим выборам? Крупные поселения, где несколько участковых, там, наверное, есть какой-то резерв членов участковых комиссий? Или, например, наоборот, более ответственно к выборам подходит участковая комиссия в Лямина, например, где она одна? Ну, участковые комиссии, в принципе, у нас создан резерв, у нас созданы все участковые комиссии. У нас возникает в маленьких поселениях, когда идет на выборы родственник, либо начальник, тогда нам приходится менять членов участковых комиссий. Там сложнее это сделать, поскольку ограничено количество избирателей, из кого мы можем выбрать. А в крупных населенных пунктах такой проблемы нет. Если говорить о формате проведения выборов, которые состоятся 10 сентября, какие-то новые моменты, какие-то новеллы предусмотрены? Использование, например, комплексов обработки бюллетеней автоматических или, допустим, еще что-то? Может быть, там досрочное голосование каким-то образом изменилось? Нет, на территории Сургутского района Каибов не будет. Досрочное голосование у нас на этих выборах предусмотрено. Предусмотрено на участковой избирательной комиссии. Все, кто в день голосования по каким-либо причинам не сможет прийти на избирательный участок, вправе, начиная с 30 августа, обратиться в свою участковую комиссию, написать заявление и проголосовать досрочно. В сельском поселении Лямина у нас есть поселок Песчаный, где у нас нет участковой комиссии. Там у нас предусмотрено досрочное голосование, как в труднодоступных и отдаленных местностях. Там комиссия будет выезжать непосредственно в этот поселок и ходить по домам. Но нельзя же так однозначно сказать, что вы будете работать только по заявлениям. В любом случае еще встречные шаги вы проводите. Например, отработка с градообразующими крупными нефтедобывающими компаниями. Потому что, я так понимаю, досрочное голосование относится не только к тем, кто далеко живет или приехал к родне погостить, но и тем, кто будет на работе непосредственно 10 сентября. Да, мы работаем с нашими градообразующими предприятиями. То есть предупреждаем, что с 10 сентября у нас выборы о том, что с 30 августа досрочное голосование, чтобы те работники, которые у них будут задействованы на предприятии, то есть кто будет за пределами своих участковых комиссий, заранее обратились в участковую комиссию, проголосовали. Замечательно. Еще один вопрос – это доступ к выборам маломобильных групп населения. Сейчас очень много этому вопросу уделяют внимание и на окружном, и на муниципальном, и на всероссийском уровне власти. Внимание. Вот какие шаги провели и еще проводите вы в этом направлении? Ну, на территории Сургутского района традиционно у нас предусмотрено голосование вне помещения, в день голосования. Уже сейчас наши избирательные комиссии принимают заявления, заявки о том, что если кто-то по причине болезни не сможет прийти в день голосования, то участковая комиссия готова выехать. В свою очередь мы проводим дополнительную работу, то есть мы получили списки данных граждан и будем непосредственно передавать участковую комиссию, чтобы они отрабатывали. Что касается маленьких поселений, ну, знаете, там люди друг друга знают, уже знают, кто голосует дома. Ну, в больших населенных пунктах немножко сложнее, но мы работаем. Вы уже сказали о том, что проведена работа с кандидатами, кого-то допустили до выборов, кому-то отказали. Все-таки какое количество людей будут пользоваться пассивным правом избирательным 10 сентября на территории Сургутского района? Ну, у нас предусмотрено замещение 43 вакантных мандатов депутатов и двух мандатов глав. Получается, на 45 мандатов у нас изначально заявилось 103 кандидата. После проверки документов кто-то не принес документы на регистрацию, кто-то указал недостоверные сведения, кому-то не хватило подписей. У нас осталось 95 кандидатов. 95. Где больше конкуренции? Ну, как при поступлении в ВУЗ бывает, да, конкурс на место, так и... Ну, на 15 мандатов на Федоровке, на депутатов, да, у нас 39 кандидатов. В Лямино на 10 свободных мандатов у нас 15 кандидатов. Белый Яр на 15 мандатов 30 кандидатов. А на посты главы поселения? У нас 6 кандидатов изначально сдавали документы на Барсово и 4 на Федоровку. Ну, то есть все-таки в большей степени люди хотят быть не депутатами, а именно там переходить в административную службу как таковую, да? Видимо, да. А если говорить про кандидатов, сейчас у них жаркая пора, они будут, ну, грубо говоря, соперничать друг с другом и соперничать активно. Вот как вообще традиционно в поселениях Сургутского района проходит агитационная пора, вот этот вот жаркий месяц? Применяют ли грязные технологии и как территориальная избирательная комиссия к ним готовится, ну, вот с точки зрения контроля и наказания? Ну, что касается маленьких поселений, да, вот сельское поселение Лямина, у нас законодательством предусмотрено, что кандидат, если он не планирует проводить свою избирательную кампанию, то есть выпускать листовки, ролики и так далее, он вправе даже не открывать избирательный счет. Он об этом уведомляет комиссию и не открывает счет. Как правило, большинство кандидатов так и поступает. В Лямина в основном местные жители, они друг друга знают и пользуются просто сходом, сбором, переговором на улице возле подъезда. Что касается крупных населенных пунктов, там обязанность у кандидатов есть открывать избирательную кампанию, открывать избирательный счет, финансировать свою избирательную кампанию. На сегодняшний момент агитация уже проводится, но жалоб и заявлений ни к нам, ни в местные комиссии не поступало. Надеемся на сознательность наших избирателей, что все пройдет чисто, но если будут жалобы, будем незамедлительно реагировать. Работаем мы в паре с органами внутренних дел, то есть если какие-то приходят к нам заявления, мы их передаем. Если подтверждается, у нас предусмотрена административная ответственность за неправомерную агитацию. Какие ваши прогнозы, хотя прогнозы дело неблагодарное по поводу явки, но тем не менее все равно на что-то вы рассчитываете. Можно в целом по всем поселениям, которые будут 10 числа участвовать активно в выборах, ну и некий сравнительный анализ. В любом случае где-то больше людей приходит на выборы, а где-то меньше. Ну все-таки я надеюсь, что сознание в наших гражданах, так сказать, имеет здравый смысл и они пойдут. Потому что это первый уровень власти, то есть это местное самоуправление. Все местные вопросы, которые решаются на поселении, то есть решают непосредственно депутаты и главы. Вот у нас немножко народ это не осознает, у нас больше, как правило, явка на федеральных выборах, на местных меньше. Ну мы, соответственно, с комиссиями делаем все возможное, то есть информируем избирателей, изготавливаем информационные листы, будем сейчас изготавливать приглашения на выборы, доводить до каждого гражданина, что 10 сентября единый день голосования и будем избирать именно органы местного самоуправления. Большое спасибо за откровенный разговор. Это была программа «Диалог». До встречи в эфире.